друзья всем огромный привет сегодня у нас наконец-то долгожданная обработка urban обработка городская обработка в общем все кто любит уличную фотографию любят контрастные снимки в духе минимализма эта обработка именно для вас фотография с которой я буду сегодня работать будет находиться по ссылке под видео но так как это новый формат от канон его серпи и не у всех этот новый формат может читаться я вам по ссылочке под видео оставлю и raw файл и такой же необработанный файл jpeg поэтому жмакайте на паузу скачивайте по ссылке фотографию и присоединяйтесь к обработке вместе со мной а сейчас давайте воспользуемся чудом монтажа заглянем немножко вперед и посмотрим какой снимок у нас получится вот такая фотография у нас получилось давайте вернемся к стартовой позиции и начнем обработку итак друзья мы в lightroom начнем обработку по ходу я буду объяснять что и как я хотел из этой фотографии из этих цветов получить если у вас телефон то ничего страшного вы повторяете эти настройки за мной и у вас получится такая обработка я не сомневаюсь потому что что мобильный lightroom что lightroom на компьютере это в принципе одна и та же программа но за исключением там нескольких мелочей которые мы затрагивать не будем итак давайте первым делом и опустимся с вами немного вниз кликнем вот здесь удалить хроматические аберрации давайте я включу профиль коррекции ушла небольшая бочка теперь давайте мы попробуем выровнять геометрию снимка кликаем авто автоматический режим отработал замечательно я тут дорабатывать ничего не буду сделаю только лишь кроп если я конечно буду обрабатывать для instagram я его сделаю 4 на 5 ну а для себя я бы сделал конечно немножко по-другому если скажем так эту фотографию использовать и выкладывать где-то на фото сайте то я наверное бы снял вот здесь вот замочек бы вот здесь оставил бы целое окошко ну и чуть-чуть чуть чуть буквально совсем немного я бы наверное снизу бы вот так вот подрезал для того чтобы пешеходная дорожка не казалось такой массивный вот так мне гораздо больше нравится вот такую фотографию мы и будем с вами обрабатывать итак первым делом давайте мы обратимся к базовым настройкам света пожалуй я уберу полностью влево будем бороться над лишней светимостью точку белого тоже подвинем влево где-то примерно вот на минус 60 62 у меня получилось так тени давайте мы сделаем пока плюс 100 немножко подвинем точку черного до плюс 65 и контраст я уведу влево вот где-то пусть будет на минус 40 друзья мои почему я так делаю ну вообще когда я обрабатываю фотографию с нуля я обычно постоянно перехожу от кривой к базовым настройкам от кривой к базовым настройкам туда сюда туда сюда для того чтобы получить именно те оттенки ту тени световую схему которую мне хочется получить но если я вам также буду показывать это будет скучно и наверное непонятно и я скажем так иду по более простой схеме обработки то есть я просто использую свой навык который я получил с этой же фотографии немного раньше так текстуру мы немножко добавим 15 как правило именно такое значение у меня чаще всего немножко четкости 5 давайте добавим сочности пусть это будет 45 а насыщенность немножко прижмем на минус 10 если что мы всегда к базовым настройкам можно вернуться вот мы получили такую собственно говоря бледную неказистую картинку теперь давайте поработаем с кривой ну в первую очередь нам в тон и вы кривой кривая нужно rgb зажимаю кнопочку alt и да друзья обращаю ваше внимание что в камера raw это кнопка к сожалению не работает но там сама кривая сама гистограмма вот это она больше и там более удобно работать чем lightroom я думаю именно по этой причине разработчики эту функцию добавили в лайтру мы не стали делать в камеру потому что там и так работать в принципе нормально и так ставим вот здесь на пересечениях ключевые точки теперь давайте поработаем с темными и средними участками изображения выгнем так точку черного я подниму чтобы получить такие красивые бархатистые тени вот но смотрите получилось вот такая кривая не совсем она хорошая работаю я с точками при зажатой кнопки alt вот так движение более плавные и кривую можно передвинуть на меньшее значение но именно в этой фотографии я хотел бы сделать темнее асфальт и давайте мы здесь поищем где у нас он находится можно двигать не только вверх и вниз можно двигать влево вправо вот видите когда мы двигаем немного правее то у нас уходит этот жесткий контраст но при этом цвет асфальта становится более такой темный более интересный но не только цвет но и сама световая схема давайте вот посмотрим было стало вот мы собственно будем прорабатывать сейчас асфальт я на этой фотографии хочу получить такой контраст чтобы у меня как сказать вот тени еле-еле читались то есть самые темные зоны я хочу получить вот именно темные эта особенность именно такой обработки поэтому вот эта кривая у меня видите от центра я сильно сдвинул в правую сторону таким образом проработав как раз средние участки собственно говоря это как раз вот стены здания асфальт и особенность этой обработки заключается в том что здесь практически полностью нивелированы все цвета остается лишь красный оранжевый немного желтого чуть-чуть зеленого остальные цвета практически я убираю и собственно говоря фотография смотрится так как она смотрится только за счет тонирования так но мы с вами идем по порядку так давайте у нас красный свет вот мы сейчас поработаем сделаем покрупнее мотоцикл я хочу получить его такой знаете цвет пламени вот наверное да вот такой вот оранжевый я сдвину немного влево оранжевый пожалуй мы с вами проработаем давайте сразу по коже людей которые идут вдалеке они хоть и немножко получились не в резкости но тем не менее для того чтобы проработать кожу нам этого будет достаточно так и мы сдвинем вот сделаем такой более естественный так не обращайте внимание что я так сильно убрал значение оранжевого цвета знаете это происходит потому что я здесь в средних участках а кожа это тоже средние участки я очень сильно поработал с кривой поэтому я и цвет оранжевый которых тоже находится средних тонах он у меня стал темнее а темный всегда кажется насыщеннее и вы когда обрабатываете никогда не зацикливаетесь на том что вы очень сильно уменьшаете или увеличиваете тот или иной цвет не бойтесь вы смотрите всегда на изображение доверяйте своему глазу так желтый желтый мы сделаем чуть чуть покрасивее добавим него такого персикового цвета ну и сделаем не такой конечно активный зеленый сделаем потеплее его тут практически нет это уже просто по опыту потому что я обрабатывал в том числе фотографии где был зеленый где были трава деревья я вот примерно получил вот то что я сейчас выставляю так теперь давайте мы сразу аквамарин минус 95 синий минус 95 третье мы получаем вот такую черно-белую картинку так и теперь смотрите вот здесь у нас такой артефакте давайте мы его поправим посмотрим что нам сделать вот мы пурпурные уведем в сторону красного цвета и немного сравняем он насыщенность на здесь уберем вот так я должен она полностью убрал так пурпурная ставлю так вот уже похоже как-то на общий красный цвет так дальше синий мы сделаем с вами давайте на этом снимке потемнее видите это вот здание стекла вот если вам нравится посветлее чтобы у вас окна были то вы можете делать посветлее но я в этой обработке делал именно темный синий вот прям буквально вот такой так и здесь уже мы с вами сделаем аквамариновый тон плюс 60 а синий то мы ведем в минус где-то порядка минус 50 и вот у нас с вами получилась такая интересная картинка на котором собственно говоря у нас присутствует черный цвет красный цвет и немного оранжевого то есть мы все цвета свели к минимуму и сейчас мы будем эту фотографию тонировать и забегу немного вперед не только за счет тоновой кривой сегодня мы с вами будем работать и с раздельным тонированием тоже давайте мы добавим резкости 50 я думаю будет достаточно далее мы пока не будем переходить с вами кто новой кривой я предлагаю поработать с раздельным тонированием давайте вот что мы с вами сейчас сделаем пока фотография вот такая вот у нас фактически черно-белая мы очень хорошо можем выставить тот тон фотографии который нам нужен а получить я хочу следующее я хочу получить теплый свет и холодные немного такие сизы с легкой легкой синевой тени и так давайте мы поставим насыщенность на 20 вот смотрите как работает раздельное тонирование вот видите я веду и у меня на участках как меняется тональность всего снимка как это работает когда мы работаем со светами то у нас большую часть влияния вот этого цвета ложится на светлые участки но также и на все изображение то же самое происходит и с тенями но все по порядку вот мне нравится вот такой вот свет но 20 это много я пожалуй это значение снижу давайте я уберу его совсем вот так много мало так я думаю что где-то вот наверное на 15 до наверное нужно успокоиться и остановиться и так давайте посмотрим без раздельного тонирования с раздельным тонированием вы заметили что фотография чуть-чуть стало теплее и именно как раз вот в светлых участках изображения так теперь давайте тени сделаем то же самое поставим 20 вот видите теперь то же самое также наша фотография тонируется красный цвет желтый зеленый потом синий фиолетовый и снова красный но если вы обратите внимание вот где-то вот в этом месте есть такой практически нейтральный сизый цвет он такой и не синий и не голубой это значение как правило вот в районе где-то вот 225 давайте мы его ставим как раз 225 но этого очень много 20 давайте посмотрим мало много мало много вот такой он свет я думаю что нам с вами его будет достаточно ну прям совсем чуть-чуть я бы сделал его вот даже 5 или 4 вот на первый взгляд кажется что ничего не произошло но мы сейчас все цвета на нашей фотографии будем усиливать за счет тоновой кривой но сначала давайте мы с вами добавим сюда немножко виньетки центральную область двинем немного суда округло сделаем немного вправо и пожалуй растушевку где-то вот так вот на 85 и так у нас значение минус 19 центральную область 30 округлость плюс 43 растушевка 85 и плавненько переходим мы кто новой кривой и так выбираем красный канал ставим три ключевые точки средние тона прогибаем вниз светлые выгибаем вверх получаем с-образную кривую больше мы здесь ничего не делаем переходим зеленый канал делаем то же самое вот видите как это работает обратите внимание когда мы сделали с образную кривую в красном канале то мы получили вот такой вот аквамариновый рисунок это холодный зеленый цвет если вы помните что в зеленом канале у нас когда мы тянем вниз то это дает фиолетовые оттенки но если мы с вами сделаем с образную кривую мы с вами по сути дела фиолетовым цветом разбавим вот этот аквамарин давайте сначала мы поработаем со светлыми участки можно пока на глаз выставить просто то значение ну примерно то же самое значение которое мы делали в красном канале и теперь будем погибать вниз вот эту среднюю точку и вот если мы с вами будем двигать ниже то соответственно у нас фотография будет окрашиваться в такой фиолетовый цвет если выше то у нас будет больше аквамарина давайте найдем какое-нибудь среднее значение пока оставим здесь вот так и перейдем теперь в синий канал синем канале делаем то же самое как вы помните что в синем канале у нас когда мы тянем вниз это дает нам желтый цвет вот видите так фотография становится теплая коричневая и некрасивая когда мы делаем с вами вот такое значение фотография становится поинтереснее давайте здесь мы в светлых участках сделаем также то же самое примерно что мы с вами делали и в предыдущих каналах теперь фотография стала немножко такая грязноватая за счет вот этого непонятного тона теперь нам осталось поработать синим каналом просто добавить например самые темные участки добавить немного синего за счет того что мы поднимем точку черного в синим канале немного вверх не забывайте удерживать alt а если вы работаете на телефоне то вам конечно лучше иметь стилус стилусом работать на телефоне очень удобно так средний канал вниз слишком тепло можно поднять эту точку немного повыше теперь давайте мы поставим вот здесь еще одну точку смотрим на асфальт на асфальте мы уже получили в принципе достаточно такой интересный сизый цвет про который я и говорил а здание у нас какое-то все равно зеленоватое вот и давайте мы сейчас будем искать где у нас содержится вот этот вот тон так но для начала мы все-таки добавим немного экспозиции потому что фотография салат стала слишком темный вот так пожалуй будет поинтереснее так давайте мы вернемся в красный канал у нас здесь содержится вот этот холодный зеленый цвет вот смотрите я поставил точку тяну вверх видите вот эти светлые места у меня становятся фиолетовыми за счет того что я снижаю значение красного и у меня поступает просто фиолетовый в зеленом канале ну так это вот работает так зажимаем alt теперь мы между точками ставим дополнительные точки смотрим двигаем посильнее куда эта точка влияет и там редактируем этот наш цвет по сути дела мы с вами сейчас пытаемся поймать какое-то нейтральное такое положение цвета точнее положение кривой при которой цвет наш в средних тонах асфальт здания станут такими холодновато-сизыми переходим зеленый канал так вот смотрите тяну эту точку вниз видите окрашивается действуем крайне осторожно ну что ж в принципе уже довольно таки неплохо давайте посмотрим на первоначальное изображение было стало было стало так давайте поработаем еще немного в каналах зайдем в синий канал и вот видите эта точка у нас делает вот такой небольшой синий винтаж но это очень сильно я хочу чтобы он был еле-еле холодный чтобы это прям прям это чтобы было только намеком они явно бросалась глаза сделаем еще погуще тени контраст я еще немного ослаблю так что он осталось лицами людей они стали какие-то слишком красные давайте мы подвинем еще насыщенность пожалуй так красный красный по моему стал слишком ядовитой давайте мы немножко прям совсем чуть-чуть понизим его значение он буквально до минус 15 так ну что же довольно таки неплохой результат желтый желтый можно сделать чуть чуть посочнее самое главное чтобы этот цвет не перевешивал у нас все внимание от мотоцикла все-таки основной цвет здесь вот красный основной объект этой фотографии то мотоцикл поэтому все внимание должно концентрироваться именно на нем давай теперь посмотрим как у нас работает раздельное тонирование и так вы помните мы выставили с вами маленькое значение 4 цветовой тон у нас в тенях 225 и давайте посмотрим что будет если я буду передвигать этот ползунок вы обращаете внимание как меняется тональность этого снимка несмотря на то что значение всего 4 вот друзья и таким образом если мы подключаем два инструмента одновременно это новую кривую и раздельное тонирование то здесь можно получить очень интересные красивые оттенки можно его сделать слегка зеленоватым или более сизом и давайте посмотрим что будет если мы полностью берем насыщенность мы с вами получим практически черно-белый цвет можно потренироваться еще с кривыми можно убрать вот эту вот излишнюю зелень создания каким образом это сделать нужно просто найти где она находится подвинут ползунки вот видите она у нас находится где-то вот здесь слегка подвинув вот эту среднюю точку в красном канале я полностью убрал создание весь лишний как я считаю аквамарин и теперь назад вернул насыщенность прям совсем чуть-чуть 4 но теперь мне кажется что здание какое-то слишком теплое наверное за счет того что здесь присутствует в синем канале желтый цвет вот как мы помним с предыдущей точки в красном канале за здание у нас отвечает вот эта точка в синем канале за здание отвечает эта же точка поэтому мы зажимаем alt и работаем только с ней и как вы видите мы можем здание сделать потеплее и похолоднее а можем выбрать такое значение при котором цвет здания станет практически нейтральным и тогда наше тонирование в раздельном тонирование будет более заметно и более сильно влиять на изображение и так друзья фотографию я обработал мне этот результат нравится больше я ничего с ней делать не хочу это именно то что я и хотел получить вот такой минималистический стиль в котором в тенях присутствует практически нейтральный сизый цвет и яркий красный сочный и оранжевый красивые цвета и так друзья в завершении хочу сказать что у меня есть новый набор из подобной обработки этот набор включает в себя 20 пресетов эти пресеты по-разному отрабатывают на разных цветах и они хоть чем-то и похожи друг на друга потому что этот набор называется именно dark city на темный город но тем не менее эти пресеты отработаны на разных фотографиях и практически к любой фотографии к любому изображению можно подобрать чтобы получить вот такой минималистический urban style давайте просто я пройдусь по этим пресетом и вы посмотрите как они отрабатывают даже один и тот же снимок отрабатывается по разному ну что ж друзья желаю вам легкой обработки ваших фотографий а если вам хочется поддержать канал и не хочется при этом долго и нудно создавать пресеты то вы в обмен на донаты можете обменять и получить в свою собственность набор пресетов dark city состоящий из 20 пресетов вся информация будет под видео желаю вам творческих высот всем пока и до новых встреч и 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 Продолжение следует...